Ну, все равно я хотела бы представить Пулата Шойзимова, Пулата Давронича Шойзимова, исполняющий обязанности главы проекта Агахана «Человековедение», головной офис которого находится в городе Душамбе. Пулата Давронич сейчас приветствует нас с города Душамбе, с Таджикистана. Здесь у нас присутствует Нуржар Исаева, координатор проекта Агаханов по Казахстану. Ну и вот наши участники, самое главное, у нас лектор сегодня Кулипа Мукашина Алиева. Я думаю, что многим не надо представлять, потому что долгое время Кулипа Мукашина работала здесь, у нас в Кыргызстане. И, в принципе, профессор ныне работает уже в Российском университете, как он сейчас, химико-технологический университет имени Менделеева. Я думаю, что... Пулата Давронич, пожалуйста, вам слово. Вы начинаете, наверное. Люди уже будут 12 участников, но я думаю, что народ еще будет присоединяться, потому что... Да, я думаю, на одну секунду, да. Дорогие друзья, коллеги, мы продолжаем серию публичных лекций проекта Агахана Челоковедния, университет Центральной Азии, который у нас проходит в контексте взаимоотношений гуманитарных и естественно-научных знаний, который в свое время является условием для формирования кросс-дисциплинарного дискурса в Центральной Азии. Полагаю, что в этом отношении особую значимость приобретает понимание методологических проблем, связанных с тем, как мы мыслим, и на основании каких философских основ осуществляется наше осмысление и интерпретация относительно многих сторон жизни человека и общества. Конечно, восприятие и понимание жизни не ограничивается заданными категориальными рамками даже самых востребованных теорий, но все же они позволяют нам иногда лучше понимать нашу реальность. Можно сказать, что сегодня мир все больше отказывается от метафизического языка, ну или онтологического языка. Отсюда мы слышим все больше теорий о конце истории, человека, текста, традиции, философии, ну и так далее. С другой стороны, возможно, это не конец их, а только начало их прочтений в иной конфигурации, а именно рационально-инструментальной или цифровой, которая, по-видимому, может повлечь с собой в артикальное изменение всего того, что окружает нас, да иначе понимание может прийти в серьезное противоречие с новыми реалиями, особенно в системе ценностных координат. Указ следует на то, что человечество подошло к границам или пределам традиционного сознания, которое до настоящего времени позволяло нам как-то интерпретировать нашу реальность и даже покоиться на данной системе координат. Этот вопрос сегодня, возможно, также будет освещен в рамках лекции на тему, связанной с дигитальным, или, если по-другому назвать, новым цифровым мышлением в сравнении с традиционной описательной формой. В этом контексте интересно будет проследить это взаимоотношение не только на теоретическом, но и через систему образовательной, социальной и культурной практики человеческой деятельности. В этой связи я с удовольствием слово передаю Кулуи Мукашевне Алиевой, профессор факультета философии Российской химико-технологического университета имени Менделеева. Она самородом из Кыргызстана. В 2006 году защитила докторскую институтацию по специальности диалектика-онтология и теория познания, философское и энергетическое исследование проблем сложности в современном научном познании. Впоследствии работала профессором Института социально-гуманитарных наук Кыргызстанского национального университета имени Бала Сакнына. Она принимала участие во многих международных форумах Китая, Японии, ФРГ, Турции, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, а также в работе Российских философских конгрессов, Российской химико-технологической конгрессов. Данная лекция посвящена философскому металлогическому обоснованию основных категорий современного технико-технологического знания, философии, техники и технологии на тему металлогическое основание техника-технологического знания. Напоминаю, что лекция длится 45 минут, ну где-то час максимум. Далее у нас будет время вопросов, плавно переходящие в дискуссию. Так, прошу вас. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне очень приятно, что я вновь вижу всех вас. Соскучилась, честно признаюсь. Ну и скажу, что воля судьбы, и мы работаем за пределами республики. Благодарю УЦА, я выпускник. Я хочу сказать, что я выпускник, потому что я все-таки два семинара, два года ходила в УЦА, училась. И очень благодарна лекторам УЦА, которые смогли пробудить во мне вот эти вот понимания современного мира. Очень благодарна организаторам, профессору Шамилову, Шазимову, почему-то, Шазимову и Хадиче, что вот позволили мне высказать, что такое техника и технологическое знание. Дело в том, что я химик, базовое образование химик и занималась синергетическими процессами аномального восстановления водорода. То есть я знаю само явление технического знания как базовое. Но хотим ли мы или не хотим, приходится его осмысливать, потому что это инструмент. И мы с вами живем в период техногенной цивилизации. А следовательно, мы должны донести и объяснить, чем отличается технико-технологическое знание от любого другого знания. Потому что это знание сегодня определяет лицо, содержание, функции техногенной цивилизации. Поэтому я бы хотела, чтобы вы меня прослушали. И с другой стороны, я хочу, чтобы вы мне объяснили, дали какие-то другие вопросы, чтобы мы могли это изучить и понять. Думаю, что это не совсем праздный вопрос, потому что он волнует многих. И вот я сейчас хочу показать свой первый слайд и начать, собственно, лекцию. Дело в том, что философско-методологическое осмысление технико-технологического знания – вопрос актуальный, актуальный нашего времени. Но и старый вопрос. Более того, это древний вопрос, поскольку Аристотель различал четыре вида знания, и техне выделял отдельно. Он назвал, что это мастерство и говорил, что это искусство. Платон утверждает, что это искусство использования, изготовления и изображения. Отсюда эти два человека, два гения, нам сразу рассказали, что такое содержание и форма, объявили, в чем заключается сущность этого знания и как оно проявляется. Казалось, делать нечего. Зачем оно нужно? И тогда человечество на какое-то время просто использовало технику и технологии, не вникая в суть. Почему? Потому что существовала некая гармония между человеком, использующим техническое знание, как необходимость. Сегодня техника, технологическое знание – это хорошая, известная, устойчивая, открытая система. Поэтому я это изобразила в виде вот такого полкруга, у которого есть и теоретический уровень, причем он очень массивный. Есть и эмпирический уровень, он очень широкий. Он имеет и чувственный, и рациональный этапы познания. Но результатом явилось что? Что собой представляет техника технологическое знание? Это цели рациональная, практика направленная, преобразование природы в технико-технологическую реальность, в техносферу и технико-технологический мир. В середине 19 века оно было обозвано как вторая природа. Это сделал Шеллинг, и мы до сих пор пользуемся этим пониманием. Не только философы, но и ученые, и простой народ спрашивается, почему? Какая разница между второй природой и технико-технологической реальностью? Мы все знаем, особенно в восточном мире, мы различаем бытие человека и реальность. И не всегда знаем, что объединяет эти два мира. Реальность – это то, что мы измеряем. Реальность – это то, к чему мы соответствуем. А бытие – это сущность, принадлежащее нам. А следовательно, между реальностью и бытием есть некоторое противоречие или гармония. Сегодня техническая реальность нас захватывает и ведет. Дело в том, что мы вводим термин технико-технологическая реальность. Исторически в русский язык пришел техническая реальность. Сегодня мы больше говорим на английском, американском языке. Они не различают слово техника и технология. Поэтому пока я вам предлагаю пользоваться технико-технологической реальностью. Насколько это верно, покажет время. Я хочу вам сказать, почему мы вводим понятие преобразование. Технологическое знание и техническое знание предметом своего исследования вводят именно преобразование. Химические науки занимаются превращением, то есть качественным, сущностным изменением. А преобразование занимается изменением формы. И это очень разные два вида изменений. Первое. Технические науки – это промежуточные науки. Они занимают по функциям и по содержанию нечто среднее. Как посредник и как инструмент при взаимодействии человека с природой. И в этом его промежуточность. Но именно существование категории промежуточности или среднего нам позволяет демаркировать искусственный и реальный мир, искусственный и естественный мир. Искусственное – это созданное, сконструированное любой объект – танк, нефтевышка, компьютер. Но они существуют в этом мире по объективным законам. Конечно, они зависят от нас, от человека. Но они сегодня имеют собственные объективные закономерности. И поэтому мы вынуждены определять этот искусственный мир как технико-технологическую реальность. Еще одна особенность. У такого соотношения технического знания есть противоречия. Противоречия могут быть и обязаны быть. И человек должен их решать. Почему мы различаем технику от технологий? Это раз. Второе. Почему это актуально сегодня? Мы с вами должны определиться, что техногенный мир имеет определенные свои движущие силы. И движущими силами выступает техника и технологии. Они определяют динамику, рост и развитие. Отсюда и актуальность. Вы должны понять это. Вы скажете, но это проксиология, то есть обыкновенная практика. И какие они имеют отношения к человеку. Мы можем пользоваться любым инструментом, начиная от мотыги и заканчивая машиной. Мы можем, но существование посредника между человеком и природой привело к одной доминантной мировоззренческой идее, закону и принципу. Мы с вами получили обезличивание. Именно обезличивание представляет собой доминантную мировоззренческую функцию техногенной цивилизации. Оно, обезличивание, привело к созданию массового человека и общества и определило их интересы. Вы знаете, есть такой великолепный художник, человек, который показывает наш мир. И вот эту идею Сальвадор Дали показал вот так. Главная техногенная катастрофа, она же и гуманистическая катастрофа нашего времени, 20 века, это Вторая мировая война. И лицо этой войны Дали показывает вот таким образом. Я не хочу показывать обезличенного человека. Он еще страшнее. Но каждый из нас, который может заниматься преобразованием этого мира, глядя на картину Дали, понимает, к чему приводит техногенная цивилизация и к чему ведет техногенная цивилизация. Но это самое страшное, к чему ведет техногенная цивилизация. Мы с вами должны поговорить о другом, о более позитивных явлениях. Почему сегодня мы говорим о философии техники и технологии? Дело в том, что взаимодействие науки, техники и технологии сложный и нелинейный процесс. Но он имеет эволюционную природу. Природа может быть революционной, что актуально для Киргизии, и природа может быть эволюционная. Философия техники и технологии принимает эволюционную динамику. В 1968 году впервые польско-американский философ Скалимовский высказывает идею, что философия техники и есть философия человека. Такая идея прозвучала еще в начале 20 века в работах большинства философов того времени. Это и Шпенглер, это и Раб, это и Энгельмейер. И можно называть очень много имен. Но никто не захотел обращать на это внимание. Почему? Только с середины и особенно со второй половины 20 века человек начинает понимать, что философия перешла на другой качественный период. И как отмечает профессор Шарзимов, именно этот период и проявление техногенной цивилизации на человеке заставило нас заниматься этим вопросом. В 68-х годах, вернее в 60-х годах, появляется идея дезонтологизации этого мира. Когда Айтматовский Эдегей сидит и думает, где кладбище родовое, он задает вопрос, что произошло. В 61-м году человек поднялся в космос. Это позитивно. Это великолепно. Но что такое планета Земля? Планета Земля, когда там есть человек. Живущий, умирающий, работающий. Он не стремится в космос. Или стремится. Почему Айтматов задает этот вопрос? Дело в том, что появление такого мощного посредника между человеком и природой в лице техники и технологии впервые поставило вопрос. Нужен ли этот человек планете? Является ли планета домом человека? Или все-таки человек здесь временный? Существующий человек. Айтматов задавая свой вопрос в своей книге «Дольше века длится день» впервые в Советском Союзе начинает говорить о том, что есть какая-то большая ошибка в конструировании наднационального, надконфессионального советского человека. За что и, в общем-то, очень сильно Чингис Турекулович почувствовал, что такое прессинг советской цензуры. Но мы с вами еще раз повторяю, говорим о позитивных условиях существования технико-технологического знания. Он имеет свой интернанализский фактор, то есть связан с внутренней природой создания технического знания. Но сегодня мы с вами очень хорошо понимаем, что техника-технологическое знание, оно функциональное знание. А, следовательно, на него больше влияют экстерналистские факторы. Технологическое знание отвечает вызовам цивилизации. Технологическое знание отвечает развитию экономики. Политики, социологии и прочих других вопросов, которыми связаны мы с вами. Какие методологические события произошли, чтобы мы говорили с вами о том, что технологическое знание теоретическое знание? Прежде всего, произошло очень интересное явление. На заре становления техногенной цивилизации произошло переход промыслового производства в промышленном. Промысловое производство материальных благ стало промышленным. Что это такое? Это многотоннажное. Это штампованное производство. Да, это позитивно. Человек стал жить лучше. Мы все преподаватели. То есть мы транслируем свое знание ученикам. Промысловое знание и промысловое производство – это личностное знание. Оно передается от мастера под мастерью. И в этом смысле существует тонкая трансляционная нить между мастерами и под мастерью. Мы же с вами, преподаватели, мы находимся в процессе обучения. И в этом смысле ученик и учитель – это технология. Технология, которая определяется трансляционными явлениями, но имеет совершенно другой смысл. И это тоже пришло, когда появилась техногенная цивилизация. Появился преподаватель и ученик. Переход техногенной цивилизации, появление техногенной цивилизации определяется очень большим, существенным, качественным, новым человеком. И этого человека зовут рабочим. Сегодня у нас с вами на языке понимание рабочего, трудового резерва, трудового ресурса, человеческого фактора, человеческого капитала. И сегодня мы уже не говорим, что это рабочий. Мы говорим, что это рабочая сила. Что она делает? Кто такой рабочий? По Марксу – это человек, который продает свой труд. Рабочий – это тот, который стоит на рынке труда и предлагает свою рабочую силу. Да, это так. Он делает работу. Он не трудится. Это два разных понятия. Он делает работу. А, следовательно, он преобразует. Преобразует. И в этом смысле рабочий отчуждает себя. Он отдает от себя самого. Сегодня мы называемся наемными людьми. Каждый из нас относится к людям, которые, благодаря наличию интеллектуального потенциала, преобразуют этот мир. И Белл называет нас по аналогии с рабочими когнитариями. Если рабочий продает свой физический труд, мы с вами продаем интеллектуальный труд. Рабочего Маркс назвал пролетарием. Белл в 70-м году нас назвал когнитариями. Но именно в начале техногенной цивилизации впервые появляется новая социальная сила, которая называется инженерной интеллектуальной силой. Они осуществляют инженерную интеллектуальную деятельность, то есть они конструируют этот мир, создают этот мир и все их обзывают инженерами. Если в индустриальном мире жил инженер, который конструировал этот мир, сегодня в постиндустриальном мире живет технолог. И он совершенно другой представитель создания этого мира. Появление техногенной цивилизации привело к появлению новых наук, которые были названы техническими науками. Технические науки появились только тогда, когда появился технический объект. Осознание и осмысление технического объекта связано с появлением технической системы. Вот давайте остановимся, что такое техническая система. Техническую систему, вообще систему, мы все хорошо знаем. Я даю определение системы, что это совокупно состоящие из взаимосвязанных компонентов, взаимодействующих с окружающей средой и выполняющие устойчиво воспроизводимые руки. Все знают, все прекрасно знают эту систему. Но к чему оно привело? Появление понятия технической системы привело к тому, что мир стал рассматриваться связанным. Мир стал рассматриваться четко, определенным. Мир стал рассматриваться упорядоченным. Мир стал рассматриваться ограниченным. Мы перестали быть бытийствующими. Мы стали только системными. Если кто-то из нас не входит в ту или иную систему, он не определяется. Его нет. Мы вынуждены в любом случае войти в любую другую систему и быть там определенными. Вот к чему привело понятие техническая система. Вы скажете, это же великолепно. Да, великолепно. Но человек, который входит в систему, я хочу вас спросить, он свободный? Как вы понимаете свободу? Что вы понимаете под свободой? Но есть еще одна интересная идея. К чему привело понятие система? Мы с вами сегодня имеем так называемые ИКТ-системы или ИКТ-технологии. Информационно-компьютерные технологии сгенерировали понятие интероперабельность. Что такое интероперабельность? В 1927 году впервые идея операбельности вошла в химию. Но сегодня мы говорим об интероперабельности ИКТ-технологии и полагаем, что я могу войти в эту систему только благодаря своей интероперабельности. Я могу войти в другую систему благодаря этой интероперабельности. Что такое интероперабельность? Это высокая степень взаимодействия. Это высокая степень востребованности. Это сложность. Это многофункциональность. И тогда перевести на наш с вами язык – это знание языков, это умение работать, это высокая толерантность, это коммуникабельность и все то, что сегодня характеризует современного человека. Вот что такое интероперабельность. И мы вынуждены становиться интероперабельными. Как получается то, что я человек интероперабельный? Дело в том, что технико-технологический подход является основой метода человека, который владеет технологическим мышлением. Дело в том, что технологическое знание выработало целую парадигму. То есть оно дало нам компоненты, контент, содержание, но еще и дало принцип и подход. В чем он заключается? Конечно, технологический подход содержит все классические методы. Я имею в виду индукцию, дедукцию, анализ, синтез. Но я хочу вас спросить. У вас дети занимаются развивающими играми? У вас дети играют в карты? Не мешайте. Пусть играют. Ваши дети ломают будильники? Ломают. Пусть ломают. Дело в том, что она развивает другое мышление. И это мышление – это то, которое сегодня заставляют нам. Мы его знаем. Его называют умно. Цифровое мышление. Его называют дигитальное мышление. В чем она заключается? Помимо дедукции, индукции, анализа и синтеза, новое знание, новый технико-технологический подход оперируют принципом декомпозиции. Я сейчас объясню, что это такое. Для того, чтобы владеть этим методом, надо уметь целое детализировать или на языке ЭК-технологии дискетировать, разбивать на какие-то мельчайшие частицы. На языке ребенка, который ломает будильник, разложить его на части. А потом надо собрать. Детали собрать, композиционировать. Собрать так, как тебе нужно. И вот этот метод дискетирования и вновь собранного и называется процессом декомпозиции. Он нам знакомый. Это тот метод, которым пользуется каждый из нас. Я никогда не думала, что это будет и называться дигитальным мышлением. Но человек, который определяет его дигитальным мышлением, когнитолог, психолог, американский известный Бейтсов, он полагает, что этим мышлением владеют не все, а владеют только представители ЭК-технологий. Ничего подобного. Сегодня любой исследователь, я имею в виду подготовленный исследователь, умеет, зная основные положения своей работы и своего исследования, обладая компетентностью, раскладывать, детализировать и потом собирать то, что ему нужно. Первым собранным то, что человеку нужно в 57-м году было названо графом. Теория графов – это очень интересная наука. Ну, поскольку я киргизка, я хочу вам сказать, что одно из первых графов был создан киргизами. Известная Сан-Жера, когда мы говорим о семи поколениях нашего рода и племени и создаем древо своего рода и племени, и есть первый граф. Первый граф написан 3000 лет тому назад. О чем речь? В 57-м году американский логик Чарчмен сокращает слово графика до графа и создает теорию графов. Это обыкновенная схема, узлы которого имеют определенные связи. Множество связей. Есть два множества. Множество связей и множество компонентов. Наложение этих двух множеств дает граф. Наложение двух множеств дает нам язык компьютера. Все очень просто. Принцип декомпозиции, который вырос в недрах человеческого мышления, когнитивно перенесся в ВКТ-технологии. Когда мы с вами начинаем говорить о том, что когнитология является основой современного методологического знания, мы начинаем думать, что это, вероятно, что это новое. Но на этой земле нет нового. Это все то, что мы начинаем обдумывать и осмысливать, прилагая к этому инструменты нового знания. И тогда-то мы теперь понимаем, что цифровой мир вынужден дискетировать этот мир по принципу нуль пусто. Один есть. И двоичное кодирование стало основой ИКТ-языка. Он построен на принципе декомпозиции. Но возвращаясь к истории возникновения техногенного технологического знания, хочу сказать, что если система была разработана еще Аристотелем, и он впервые сказал, что существует связность, как системность, то другой гениальный философ Гегель определяет, что такое процесс. И это происходит в середине девятнадцатого века. Дело в том, что процесс это то же самое, что система. То есть то же самое, что связное. Или связанное. Но если система нечто статичное, то процесс это динамика, последовательное изменение. и в любом случае это причина следственная закономерность. Но тогда почему Гегель это выделяет? Что мы с вами должны понять? Дело в том, что процесс это есть оформляемость, совершенствование, обязательное, обязательное, присущее, сущностное, предикатное к изменению. Нельзя оформляться сразу и скачком. Это процесс эволюционный. Вот очень хорошо эта концептуальная идея Гегеля проявляется в слове Круглая Луна никогда не повторяет своей траектории. Она всегда разная, но она всегда круглая. И в этом ее совершенство. Гегель метафизик, Гегель мистик, но Гегель умеет объяснить, что такое процесс. В химии и особенно в юриспруденции есть идея процессуальности. Мы всегда считаем, что нельзя так говорить. Процессуальность отличается от процесса тем, что он позволяет изменяться эволюционно. На нашем с вами языке процессуальность это изменение изменяемого. Нельзя, чтобы причина определяла следствие. Надо, чтобы причина позволяла изменяться версионно, полиморфно, чтобы прийти к тому, что будет кругом. И это и есть совершенствование через оформление, о чем говорит Гегель. Ну, что лежит в основе совершенствования? И тогда Гегель утверждает, что в основе совершенствования лежит взаимодействие. Только взаимодействие, но не действие. Нельзя заставить одному изменяться всему миру. Только вместе, только приходя к одной мысли, мы можем понять, как измениться. Еще одна интересная вещь, которая произошла, когда произошло осмысление процесса, это появление машины. Дело в том, что появление машины в индустриальном периоде показало, что можно один вид энергии перевести в другой вид энергии. просто. Но кто переводит один вид энергии в другой? Кто это? И тогда мы понимаем, это делает работа. Индустриальный мир ввел этому миру другое понятие ценности. Ценно не труд. Труд это качество человека. мы созданы трудом. Мы люди. Но почему-то кто-то может трудиться, а кто-то нет. И тогда спрашивается, что еще есть, которое определяет, что кому-то дают работу, а кому-то нет. И тогда мы приходим к мысли, когнитивной мысли, что работать может только тот, который может работать. Тавтология. Но кто может работать? Тот, который может преобразовать один вид в другой. И тогда мы с вами приходим к когнитивному определению, что это и есть интеллект. Интеллект это способность человека изменять этот мир, преобразовывать. Он не может создавать другого человека. Он может только имея эту сущность человеческого мозга, как его интеллект, делать работу. Отсюда работа это ценность, которая определяет этот индустриальный мир. И работу надо покупать, как это делают в Киргизии. У нас же к работе призывают, предлагают ему работу, сделай, пожалуйста, ты можешь. У тебя есть квалия делать это, тебе содержится этот интеллект. И вот это понимание пришло именно в индустриальном мир. Что такое промышленная революция, научная революция и индустриальная революция? Это разное образование. Но вот промышленной революции нет. Есть только промышленный переворот. Есть научная революция, но сегодня мы об этом не говорим. Но есть еще и индустриальная революция. В чем заключается индустриальная революция? Не думайте, что индустриальная революция это и есть промышленная. То есть компьютер заменил нам печатный станок. Нет. Индустриальная революция привела к тому, что появилось другое распределение. Чего другое распределение? другое распределение труда. Тот, кто обладает интеллектом, тот имеет деньги, извините меня, тот и есть богатый человек. Индустриальное распределение труда заключается в том, что интеллект производит и производящий оплачивается. Рабочий в этом смысле не является человеком, который должен оплачиваться. Он просто юзер, он исполнитель. Поэтому мы сегодня говорим, что это и есть рабочая сила. Дело в том, что в индустриальный период впервые появилась научно-техническая интеллигенция. Это определение дал Малиновский. Он ревизионист, революционер. Но я хочу вам сказать, что сегодня в России наш президент объявил впервые, что в России сформировалась новая социальная сила. в России сформировался большой, массивный, потенциально сильный средний класс. И он состоит из научно-техника-технологической интеллигенции. Самый большой средний класс сегодня существует в Китае. Он у них размытый, но он очень сильный и высоко оплачиваемый. Другой средний класс и очень сильный это Япония. Потом идут Штаты. Россия стоит на 65 месте. В Киргизии сегодня нет такого класса. Социальные силы это те, та часть общества, которое лидирует, которое определяет лицо страны и государства. И вот такую идею ввел Малиновский в 1907 году после осознания, что такое интеллигенция. Это сформировавшееся лицо страны. научно-технико-технико-технологическая интеллигенция сегодня определяется социальную силу любого государства, а следовательно, государство должно его оплачивать. Его работу, работу преобразования надо оплачивать. очень хороший пример, связанный с врачами. Стихия ковида и врач, обладая технологическим знанием, клинических технологий, сделает все, чтобы преобразовать больного в здорового. Вот что такое сегодня социальная сила. Сохранение социума стало делом врача, не государства. Делом стало технолога, которого называют сегодня врачом. И это очень похвально. особенностью технологий является то, что они обязательно имеют математический инструментарий. Нет технологий, которые бы не владели математикой. Это говорит о том, что математика становится жизненным навыком. Конечно, есть уровень, который занимается чистой наукой, но это жизненный навык. к чему привело образование технико-технологического знания. Еще одним открытием было понятие машины. На французском это меканус, то есть это когда один вид энергии переходит в другую энергию. Но идея машины сегодня трансформирована в социальные понятия. Это очень здорово, когда человек преобразует этот мир и выступает машиной. Но есть другое понимание. Американский философ Мэпфор утверждает, что существует другая машина. и эту машину называют социальной машиной. Что она делает? Она преобразует что? Что преобразует социальная машина? Она преобразует одно качество социальное в другое качество. И это великолепно. Но ведь машину можно управлять. И вот такое понимание социальной машины является инструментом. И самым позитивным технологического знания является то, что мы должны понять, что такое преобразование. Еще раз повторяю, что преобразование это всего лишь изменение формы. Как мы тесто делаем разными булочками. это просто делать разную форму. Но вдумайтесь в это понимание. Преобразование содержит метаморфоза, а следовательно мимикрию. Оно содержит реформу, трансформацию. И тогда мы понимаем, что преобразование это непрерывное изменение. это изготовление, обработка, производство. Но в любом случае это непрерывное изменение. То есть это оформляемость этого мира. В таком случае, что может оформляться? Для чего может оформляться? И тогда мы начинаем отвечать на эти вопросы. мы оформляемся, чтобы соответствовать. Для чего? Что показывает преобразование? Преобразование показывает степень соответствия. Мы должны соответствовать. Мы должны адаптироваться к окружению. Мы должны соизмеряться к окружению. на киргизском языке это называется мамиле тюзю. Мы обязаны делать мамиле. Это толерантность. Отсюда мы понимаем, что этот мир, который преобразуется, будет полиморфным, поливалентным, вариативным. Он должен быть технологическим знанием. Слово технология придумано в 1772 году. Его придумал немецкий экономист Бекман. Это экономическое понятие. И под технологией он понимал логику последовательного мышления и вводил его как технологию, то есть образование когнитивное. Однако со временем оно перешло в промышленность, производство, в химию, и никто не понимал, что технология это умение мыслить, логически мыслить, последовательно мыслить, целенаправленно мыслить. Сегодня наши дети, наше поколение детей называются прагматами и потребителями. Мы к ним относимся очень отрицательны, но других детей нет. Их мы создали. Как? Потребительство и прагматизм не являются негативным явлением, они являются проявлениями дигитального мышления. Это поколение людей, которые целерационально и последовательно то есть потребительски целерационально то есть прагматически действуют. Они умеют себя отформатировать по необходимости. Мы называем это эгоизмом. Давайте думать по-другому. имеет ли право человек сегодня думать вообще и делать вообще? Почему он вынужден жить в отформатированном мире? Техника технологическая реальность должна быть и соответствовать только дигитальному мышлению. И мы вынуждены быть таковым. Отсюда потребительство и прагматизм становятся основами человеческого существования. Условьем существования. И надо полагать, что это молодежь. Мы скажем по-другому. Это новые люди, которые чувствуют, что их когнитивная технология позволяет им комфортно существовать. И почему бы не понимать нам, что дегилитозированные или цифровые люди это будущее. Они обладают технократическим мышлением. Технократическое мышление предполагает существование узлового, от одного узла к другому узлу процессуального мышления. Вот что такое сегодня цифровое мышление. Конечно, многие считают, что цифровое мышление вынуждено форматировать. И тогда мы с вами попадаем на вопрос, кто форматирует. Чингислер Кулыч Айтматов считал, что это форматирует нечто типа белого облака. Мы должны понимать, что есть кто форматирует. Отсюда мы должны сегодня понимать, кто форматирует и что форматирует. Это и есть основные философские вопросы техногенной цивилизации. Отсюда философские вопросы техногенной цивилизации не заключаются в том, чтобы сделать машину или какой-нибудь Лексус, а заключается в том, что сможет ли человек демаркировать естественный мир от искусственного и понять технический мир, техносферу и техническую реальность как форму существования. Сможет ли это сделать человек? Это те вопросы, которые задает сегодня философия техники. Говорить о том, что может или не может, это необходимость, которым занимаются философы науки. Почему? Потому что, как выясняется, техника, технология, компьютеры, машины и прочее относятся к рациональному мышлению человека, то есть определяет культуру человека, культуру всей техногенной цивилизации. И поэтому в 68-м году первым это замечает Скалимовский и утверждает, что да, современный человек должен понимать, что философия техники и есть философия человека. Вот об этом я сегодня хотела с вами переговорить, подумать и определить, определиться, насколько правильно мы думаем и имеем ли мы правильно так думать. Единственное, что поскольку мы оказались при переходном периоде, при переходе от такого к такому, мы стоим перед долгом и ответственностью создать эту работу, сделать эту работу. И в этом смысле очень тяжелая участь у современных мыслителей, ученых, как перейти к дигитальному мышлению. Пока мы с вами думаем, новые люди уже перешли и мы должны относиться к этому с уважением и пониманием. Вот какие вопросы? Спасибо, что послушали. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо огромное за действительно очень содержательное. Я очень внимательно прослушал лекцию и она меня очень действительно заинтересовала своей глубиной философскими вопросами. Мне понравилось, как вы использовали свое профильное как бы сказать образование в области химии, как вы выстроили все очень так системно, по-менделеевски можно сказать. Спасибо. По-менделеевски. И вопрос меня вот не вопрос, а вот то направление, которое сквозное, которое у вас прослеживается и это мне импонирует, я вот в этом тоже направлении где-то задумывался, это разница между системой и бытийственностью. То есть система в какой-то степени переводит нас от формативную реальность, да, и мы в какой-то мере теряем свою бытийственность, и об этом говорят и многие философы, и это действительно существует, но это реальность, это реальность. И можно сказать, что вот то метафизическое измерение, которое определялось такими линейными четкими границами, когда общество переходило от каких-то заданных систем, общинных систем, гражданским институтом, государственно-институциональным, то, о чем хорошо сказал Гегель в философии права, он хорошо показал эту связь процессуальную на уровне социальных систем. И на чем в принципе и строится концепция национального государства. То есть Андерсон, Гелнер, они в принципе об этом говорят, но философское обоснование все-таки вот у Гегеля очень четко было выставлено. Конечно, он завершил свою систему, как бы сказать, абсолютный дух, это естественно замкнулся на национальном государстве, хотя, конечно, многие считают, что это не так, его система более как бы этот, но тем не менее дальнейшее, как бы сказать, развитие, выхода за пределы вот именно этой парадигмы, метафизической парадигмы такой классической, привело к тому, что сегодня мы говорим действительно о цифровом, когда уровень измерения уже определяется не просто классическими терминациями, а появляется транснациональная система, транснациональная корпорация, о котором не знал Гегель, это нелинейные связи, это то, о чем сейчас вы говорите, и здесь некая бытийственность и как бы ясность теряется, даже сейчас мы видим или в Штатах видим, когда существуют две реальности, одни живут еще в одном измерении, а вторые уже перешли в новое, и какова роль цифровых гигантов играет в эту роль, то есть мы видим уже серьезное, существенное, качественное как бы разделение, и здесь конечно же появляется огромное количество населения, которое должно адаптироваться и пройти вот именно это пройти вот через это изменение. Вот с этим у меня вопрос сразу к вам, я знаю сейчас, пусть другие подготовятся, у меня вопрос к вам, как вы считаете, является ли или иллюзия, имеет ли иллюзия статус или какой-то элемент форм бытийности, или это что-то другое, иллюзия имеет ли статус бытийности, мы знаем конечно концепцию индийской философии, концепцию майя это иллюзия, мир это иллюзия, но существует также позиция все-таки придания определенной статус бытийности, бытийности, да, и мы говорим о различной информации, мы видим, как происходит, когда информация не имеет под собой определенной базы, но в то же время влияет на социальные процессы, понимаем это, вот в связи с этим вопрос, где находится статус бытийности, в системе, эта система, это и имеет ли статус бытийности, вот с вашей точки зрения, именно с точки зрения тех концептуальных позиций, о которых вы упомянули в своей лекции, пожалуйста. Спасибо, очень интересный вопрос и трактовка. очень интересный в каком плане вопрос существования и вернее вопрос демаркации реальности и бытия, он возродился именно сейчас с появлением виртуальной реальности и прочего. Но ведь Хальдон, наш великолепный, который жил еще в том тысячелетии, ставил вопрос о демаркации четко и ясно. Не секрет, что в нашем ментальном состоянии мы знаем, что такое джалган 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 и зыбкость нашего реальности бытия в восточной философии, особенно восточной ментальности давно является культурным достоянием, к чему Запад приходит только сегодня. Декларировав существование бытия как обязательного фундаментальной закономерности мира, сегодня западная философия, начиная со Шпенклера говорит о своем закате. И мне сейчас кажется, я чувствую, что западная философия хочет примирить царь и подойти к восточному мышлению именно в вопросе демаркации джалган и бытия. Вот отвечая на этот вопрос, мне хотелось бы сказать, что будучи в таком полиморфном взаимодействии, будучи постоянно более гибким ввиду особенностей своего бытия, восточный мыслитель давно привык к полиморфности, версионности, вариативности и не видит в этом реальность или бытия. Он совмещает комплиментарно как человек. А вот Запад, придумав эти жесткие законы бытия и какие-то вплоть до каких-то социальных и правовых положений, они почувствовали, что вот эта такая демаркация может привести к тому, что человек будет чувствовать свою дизонтологизацию явно. В западном мире есть явление хиппи, есть появление атомарного человека, появление господства над миром как такового. Ну, просили не говорить о политике, но хочешь не хочешь надо говорить. Идея создания идеологической постановки, создания советского человека надконфессионального, надкультурного тоже есть проблема бытия и реальности. Мы уже ответили на этот вопрос. И самое интересное на этот вопрос отвечает молодежь. Когда им дали свободу мышления, рационального мышления, они просто определились, что такое бытие человека и чем оно должно заниматься. Техногенная цивилизация вызвала техногенную реальность или техническую реальность. И техническая реальность оказалась более проще, чем технологическая реальность. Сегодня именно возможность демаркирования этого позволяет нам сохранить свою идентификацию как именно планетарного образования. Самоидентификация человека, а не процесс глобализации и не создание человека вообще, а именно человека, имеющего какие-то свои антологические константы. Вот о чем мы должны думать, когда мы говорим о бытие и реальности. Техногенная реальность может привести к тому, что мы сотрем эти границы. Генетические границы мы уже стираем. Мы даже придумали обгреть человека. Мы скоро перейдем к искусственному человеку. Но ведь это все инструмент. Мы должны остаться человеком как таковым, идентифицирующим себя, как, скажем, мы. И это не расовый, это не религиозная демаркация, а именно ментальная, это глубинная ментальная когнитивная демаркация восточного человека от западного человека. Вот мне кажется, вопрос бытия и реальности надо смотреть в этом ракурсе. Вы выключили свой телефон. Влад Абронович, у вас микрофон выключен. Извините, я специально для того, чтобы не мешать вашему ответу. Здесь вопрос задается Назира Курбанова. Спасибо за интересную лекцию. К чему приведет сплошная цифровизация образования? Получение знаний безличественного живого общения с преподавателем? И как? Вопрос вы? Вы знаете, сегодня этот вопрос волнует всех. Спасибо вам, Гульнара, за вопрос, но этот вопрос волнует всех. Вот только перед лекцией этой я прослушала интервью Терминосян это лингвистический центр МГУ. Встает вопрос, этот вопрос, и он, конечно, имеет много нюансов, педагогический, технологический, но нас, я надеюсь, волнует философская проблематика. Мы можем потерять чистое человеческое коммуникативное взаимодействие. Очень интересно в этом плане сказал философ Хабермас, который написал книгу «Теория коммуникативного общения». Человека сделал не труд, как утверждает Маркс, человека сделал язык, коммуникации и общаясь, чувствуя, воспринимая и представляя, он стал человеком. И в этом плане, конечно, мы должны иметь живое общение. Живое общение и особенно живое образование. Но это становится роскошью. В этом плане мне нравятся цифровые технологии, панацея для развивающихся стран. Не секрет, что цифровые технологии помогут этим странам в том плане, что они смогут прийти, получить образование, выслушать любого. Вот, например, я сама очень часто выхожу на семинар Чаптмена. Он живет в Австралии. Трудное сознание, читает лекции, свободно, бесплатно, доступ, все могут. Это панацея для развивающих стран. И ЮНЕСКО, которое сейчас пропагандирует цифровые технологии, наверное, исходит из этого. Такие развитые страны, как Россия и, скажем, Штаты, закончится пандемия, они пойдут на роскошь общения. Но коммуникативные взаимоотношения человека не отменить. Не отменить, и мы наверняка вернемся к живому общению. Но, опять-таки, исходя из рационального понимания, я полагаю, что цифровое обучение это панацея для всех развивающих страхов. И вот извините, что я перехожу на личности, но вот, например, УЦА. Что оно сделало? Оно раскрыло в трех точках Центральной Азии свои вузы. Это богатый человек сделал. Спрашивается, ведь он мог сделать что-то другое? Нет, он открыл школу. Он учит. Он допускает, образование. Аналогично должны поступать мы. Где-то люди не могут заниматься, не могут слушать. Почему бы нет? Вот я бы так ответила. Другое дело, могут ли все иметь такие себе гаджеты и инструменты? Как мы сможем сделать, чтобы развивающие страны имели доступ к технику? Вот сейчас это другой вопрос. Вот на такой вопрос мне кажется могут помочь нам сильные, богатые люди планеты обратиться с просьбой обеспечить всех хотя бы каким-то определенным, хотя бы каким-нибудь доступом. Еще другой вопрос. Цифровые технологии страшные технологии. Они создают человека. Человека как носителя сознания. И в этом плане цензура как таковая я не хочу пользуюсь этим словом. Контроль и регулирование должно быть еще одной одним долгом человека знающего. Мы знающие должны понимать и чувствовать это чем незнающие. Мы ответственны что к чему приходит тот или другой молодой человек. Что он смотрит и видит. Мы ответственны. А следовательно надо создавать правовое поле правового обучения. Вам задают еще один вопрос. Сейчас я озвучу этот вопрос. Извините. Это Айнайгул. Да, Айнайгул. Да, она спрашивает каково каково ваше видение о роли Санжира в преображении современной социальной реальности. Спасибо. Очень интересная вещь. Вы знаете, я себе позволю немножечко далеко. Одна из версий утеря письменности или отсутствие письменности. Вот этот вопрос очень интересный. В каком плане? Если мы с вами будем исходить о том, что восточный мир имеет верификацию более чем 5000 лет, то, вероятно, всего, канал письменный был у него. Чисто эволюционно и исторически доказуемо, что существовал какой-то фундаментальный канал передачи информации. И он, вероятно, всего был письменный. Но существование вот этих блочных устных информации типа санжира это феномен каких стран? Какого населения? Не секрет, что существование эпического наследия многих азиатских стран говорит о том, что у этих людей был какой-то другой когнитивный пласт. И они могли запоминать громадные объемы информации. Просто запоминать. Сегодня наш маленький мозг вынужден себя защищать от информации компьютера. Тот человек, который жил хотя бы тысячу лет тому назад, он мог это делать как жизненный навык. Поэтому существуют эпосы и санжира. Мы должны хранить генетическую информацию. И это тоже санжира. Но сегодня мы это можем делать на уровне правовых, гражданских и прочих вещей. И мы уходим от санжира. Но санжира это то, что представляет собой культурную идентификацию целого народа. Вот у меня такое понимание к санжира. Санжира существует у всех народов. Другое дело, что киргизы, киргизы, как самый маленький исчезающий этнос, вынужден был это хранить, чтобы генетически не смешиваться. Это был закрытый этнос. И санжира позволяла делать хиральность, генетическую хиральность, чистоту. Те народы, которые имели доступ к цивилизации и жили, скажем, и могли соприкасаться с другими народами, они, конечно, перемешивались. Демография позволяла это делать. Но сегодня санжира становятся инструментом некоторых невежественных людей. И это очень неприятно. Честно я скажу. Еще одну вещь я хочу сказать, что родоплеменная организация многих народов, скажем так, родоплеменная организация многих культур Центральной Азии, это информационная матрица. И пусть к ней относятся негативно на Западе, но мы должны понимать, что это матрица историческая. И она присутствует у всех народов как необходимость. Вот я к ней так отношусь. Другим народам повезло. Они имеют письменную верификацию. А те народы, которые приняли, вернее, те культуры, которые приняли устную форму хранения информации, им гораздо сложнее, но доказуемо. Генис признал эпос Манас, ЮНЕСКО признало эпосы, многие эпосы, и это говорит о том, что цивилизация относится к этому достаточно уважительно. Вот такой бы я ответ сказал. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Вот у меня интересно. Да, Ходича, пожалуйста. Да, когда я вот тоже читала где-то, я уже сейчас не скажу, кто это, но один из ученых, наверное, Виктория ученого, сказал о том, что появление письменности убивает память человека, человек записывает и он в памяти это не держит. А вот именно Хархаздар, как вы сказали, кочевники, которые история сохранилась в устном творчестве, получается, устно, из устного передавалась генетический код, информация вся, и в этом смысле та же самая Санджира, которая предполагала не только знания, а именно исполнение этого Санджира, не кровосмешание, которое предполагает и биологическое неисчезновение человека. В этом смысле я сейчас опять услышала, что письменность не всегда есть хорошо. Я где-то уже слышала эту русию, мне тогда казалось, наоборот, мы всегда говорили, вот хргызская литература, это вот новая письменная литература, которая зародилась чуть ли не в начале 20 века, что только-только младописьменная еще было название, термин такой младописьменная литература, и нам казалось, что мы какие-то второсортные, а на самом деле оказывается сегодня есть другое мнение, что устная письменная литература не всегда есть достижения, может быть лучше, когда есть еще и устная, Ну вот, отвечая на этот вопрос, хотелось бы сказать, что такое ИКТ-язык? Это матричный язык, это блочный язык, и он состоит из обыкновенных комбинаций 0-1, 0-1, 0 пусто или нет, а 1 есть. Дигитал – это палец, это обыкновенная комбинация 0 и 1, реальность и бытия на самом деле. И поэтому, вероятно всего, устная передача информации – это скорее матричная и блочная, а письменная – дигитилированная, то есть зафиксированная. Запад считает, что все, что письменно, легитимно, а все, что устно, это надо верифицировать. Но сегодня мы вынуждены понимать, что появление ИКТ-языка ведет к тому, что не всякая устная информация нелегитимна, она имеет место быть. Это же становится фактом. Вот смотрите, есть идея так называемого радикального плюрализма. В чем он заключается? Это два родителя, извините, уже фамилию не совсем хорошо скажу, дипломаты, которые вынуждены были жить в разных странах, обратили внимание на то, что их дети могут спокойно знать несколько языков и говорить на этих языках. Спрашивается, если Витгенштейн утверждает, что весь мир – это мой язык, у этих детей, которые говорят на пяти языках, пять миров, или все-таки язык – это просто инструмент общения, коммуникации? И вот тогда-то они пришли к пониманию, что существует радикальный плюрализм. Язык, транслирующий человека, язык и мышление – это некоторые взаимосвязанные феномены человеческого я. Так вот, я, опуская такое понимание, считаю, что язык транслирует, представляет, презентирует человека. И вот радикальный плюрализм позволяет понять, что человек, который думает на многих языках, может себя презентовать версионами. В каждом языке по-своему. Например, я здороваюсь, целуюсь, щечку. Чукча пытается почесать мне нос, своим носом. Это его презентирование – дружелюбие. И вот такое понимание сегодня становится обязательным явлением. Почему бы не переходить к матричному языку? Я не знаю, как многие я пишу без гласных. Время жалко набирать гласные буквы. Например, если надо сказать «прочитал я пришел», «прочитал», «прочитал». Человек понимает. Вероятно всего, когда нам нужно будет передавать очень много информации, мы перейдем к локу. Как вот компьютер перешел к фоном, и мы их уже понимаем. Другое, если бы нам ЮНЕСКО позволило бы перевернуть этот мир и сказать, что тогда была цивилизация, другая. И она достигла определенных вершин, что отказалась от письменной передачи информации. Вот это было бы здорово. Из существующих версий цивилизационного развития, я имею в виду Данилевского, Белла, кто еще, Хальдуна и так далее, есть одна, которая называется концепция Ленский. Дело в том, что я как технолог знала Ленского как технолога, но никогда не думала, что Ленский, будучи технологом, применит свои идеи к развитию цивилизации. Он считает, что цивилизация это не так, как понимает Белл и Тофлер и Тойнбель, а цивилизация имеет свои четыре периода. Согласно развитию технологии шли технологические революции и происходило развитие цивилизации. В то время как Данилевский утверждает, что смена культурно-социальных типов приводит к росту и изменению цивилизации. А технологии изменяли этот мир. Землепашество, скотоводство, индустриальный мир и постиндустриальный. Сегодня, когда мы пришли к тому, что компьютерные технологии приведут к другому изменению, мы все вынуждены изучать сущность технологического знания. В чем она заключается? Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Да, я еще один хотел уточнить. Вот вы сказали, что на Западе все-таки исследование склонно к ссылке на источники, к письменности. А как же тогда устные истории? Мне кажется, это же советское наследие, когда мы говорили, что только архивы могут говорить, и только зафиксированное в архивах может быть правильным, не просто правильным, а вот имеет какую-то ценность, достоверность. А то, что устные истории, они могут быть измененными, и понятно, что это организованная устная информация, она какая-то может быть придуманная. И мы же сегодня приходим, вот советское наследие всегда отправляло к источникам, к цитированию, к первоисточнику, к архивным данным. А устные истории сегодня же, это наоборот, с Запада же к нам приходят сегодня. Мы сегодня говорим об устных историях, например, с 16-го года. Воспоминания очевидцев, я не знаю, там, родственников и все прочее. И сегодня это становится тоже особо ценным, особо ценной научной информацией. Хадича, это не комплимент. Но я хочу сказать, что основным источником является все-таки язык. А уж форма его оформления в виде письменности или архивных, или советских источников, это вопрос идеологический и политический, о чем вопрос и не задевает. Но тем не менее, согласитесь, что язык имеет очень понятийная сторона языка, имеет очень большое значение. Вот, скажем, ай-то-го-рёк. Ай-то-го-рёк. Что такое ай-то-го-рёк? Круглый. Луна полная. Да, как Луна. Когда читаешь Генеля, который всё время говорит, что такое круг, его метафизика кажется таким людям, как Ленин, совершенно нехорошим явлением. Но почему тогда существует цифра Пи с бесконечным количеством? Это говорит о том, что круг – это есть совершенство, к которому стремиться. Если Пифагор смог это через Пи определить, а Гегель через совершенствование, киргизы через Ай, Гюль, Ай, Джан и так далее, они считают, что язык передаёт совершенствование круга. Что такое совершенство? Это Комила или всё-таки это Ай? И в этом смысле язык, конечно, это основной источник. Другое дело. Сегодня, когда идёт защита, требуют обязательно упомянуть источник. И мы сейчас можем и выставить УРЛ, да, спокойно и сказать, что доступ был сделан вчера. У-Р-Л, да, вы меня поняли. Источник, который определяется через фольклор и устные вещи, сегодня относится к кейс-стадии, о котором вы нас в своё время учили. Опять же, хорошие деревенские люди, 60 страниц вашего эссе сегодня является основным кейс-стадии определения предиката, определения онтологических константов английского человека или шотландского человека. Я к чему хочу сказать. Вот мне удалось побывать, профессор Шозимов, в городе Нара. Нара – это восхождение на Нараяму. Помните? Нараяма был японский. Да, конечно. Город Нарын, в котором находится УЦА, по звучанию Нара. Что вы думаете слово Нара обозначает? Город Нарын – это узкий. Река, нарезанная лапша, узкий. Узкий в плане сжатый. Узкий, как один. И это тоже греческое слово, обозначающее узкий один. Нара. И в японское Нара узкий. Японское Нара, наара они говорят, это один. И город Нарын, и город Нара имеет один и тот же язык. Одно и то же смысловое и назначенская функцию. Нарын, как узкий. Нарын, как Нар. Еще одно хочу сказать. Я хочу задать вам вопрос, господин Шозимов. Скажите, на каком основании УЦА построена в городе Нарын, потом где-то в Казахстане, а потом в Харон. Вы видели? Вы посмотрите топографическую карту. Они находятся на строгой одной линии. Вот Нарын, вот идет Казахский или какой-то там еще, а потом идет Таджикский или Харон. Они на одной линии. Это сделал кто? Кто проектировал? На каком основании проектировал? Вы знаете, здесь были включены множество экспортов, экспортов как местных, так и зарубежных, где рассматривались вопросы и сейсмические, ну, многие вопросы. Но главная была концепция, она заключалась в том, чтобы дать возможность горным, самым одоленным точкам, иметь возможности доступ к образованию и иметь больше возможностей. То есть подключить этот тот потенциал, который существует в трех странах и который в какой-то мере может дать не только там дать возможность им образования, а в том, чтобы дать возможность усилить человеческие ресурсы, институциональные ресурсы вообще каждых из стран. Потому что отключенность и маргинализация вот каких-то определенных социальных групп, оно может негативно сказаться. И доступ как раз к этой системе дает возможность как раз-таки той коммуникации, которую вы как раз сказали в своей лекции. Конечно же, может быть, вопросы, связанные с тем, что вы сказали, что есть какие-то общие координаты. Я на это не обращал внимания, но это интересно, да, это интересно. Но вот самые главные концептуальные линии, которые были связаны с тем, почему именно в этих отдаленных регионах готовятся. Сейчас в Текеле сейчас планируется, пока еще только у нас на Рыне и в Хароге, да. А в Текеле сейчас уже вопрос активно решается. И вот уже сейчас, я думаю, вопрос будет уже актуализироваться. Ну вот, возвращаясь к Нарыну и Наре. Вероятно всего, есть какая-то взаимосвязь языковая и фонетическая. Можно писать те же буквы в одном слове, но фонетика будет отличаться и нести другую смысловую нагрузку. Ну вот почему Нара и Нарын это и смысловое, и функциональное, и географически, и все-все определяет одно и то же. Нара это гора большая. И город такой же, на высоте 3,5 метра над уровнем моря. И там живут те же олени, которые живут в городе Нарын. Те же растения, которые растут в городе Нарын. То есть там есть голубые ели. Так удивительно, что у меня было там и очень много сходств, большой сходств. Я к чему говорю? Концептуальная идея в построении школ УЦА, она позитивистская. Мне хочется, не потому что это комплимент Хадичи, но мне хочется это подчеркнуть. Необходимость дать образование отдаленным странам, отдаленным от цивилизаций людям. Это одна из очень интереснейших, позитивистских взглядов принца. Но построение этих школ или вузов, университетов, как они называются, на одной линии, выставленных географически, их экспортно и прочее. Интересно, чем? Они находятся на одном геохимическом разломе и на одном хребте, оказывается. Такое впечатление, как будто кто-то сверху смотрел и видел горы, где идет этот разлом топографический. Мы с вами вынуждены сегодня идти к топонимии, топонимии, гегронинам, гидронимам, различным названиям городов, сел, названий и по ним изучать и получать информацию. Вот поэтому я и спрашиваю, является ли это фундаментальной линией рефлексии восточного человека или это случайность? Я все, что вы говорили, господин Хазимов, все это давно вычитала. Даже спрашивала, на каком основании вы так построили свою линию. Линия позитивистская, она выстроенная по прямой, по хребту и так далее. Я вам вышлю свое исследование, по этому названию и скажу, что в этом есть некое провидение. Не хочу говорить, какое, но есть какое-то провидение. Информация признана фундаментальным признаком нашего с вами бытия совсем недавно. В 1954 году этот, как его, философ Масуда впервые говорит, что состоялось информационное общество и мы теперь понимаем, что информация является точно так же, как и масса и энергия антологическим константом этого мира. Но информация передается языком, фонетически, синтаксически или все-таки есть какое-то другое фундаментальное антологическое основание. Я бы ответил на ваш вопрос сейчас, если вы хотите. Да, да. Дело в том, что я вижу в вашей лекции некую дилемму между цифровой системой и антологической. Вот то, о чем вы сказали, антология и система, то есть информативной реальности. С моей точки зрения, да, концепция была, то, что мы живем сейчас в информационном обществе, и когда вы говорите о нуле и единице, то в основном вот именно эти, эту форму, оно как бы описывается, когда мы говорим о цифровом типе мышления, да, где есть ноль, где есть единица. А антологическое все-таки оно больше идет через то, о чем вы сейчас описывали, то, что Харича об этом говорила, это как бы больше сводится и больше ассоциируется у меня с концепцией коллективного бессознательного, да, то есть юнгом. Или то, что Гегель говорил, универсальные. Универсальные, вы помните, да, партикулярные, сингулярные. Кстати, в математике есть только ноль и единица, то есть между есть ноль, есть универсальное и есть сингулярные. Партикулярные и сингулярные это одно и то же. Только в философском языке есть партикулярные, которые имеют свой особый статус. Вы знаете большую логику Гегеля. То есть там как раз показывает то, что цифровое мышление может хорошо выстраивать, но достаточно имеет определенные трудности, по крайней мере на сегодня, в образовании значений и смыслов. То есть то, что выходит за пределы цифрового языка. То есть значений и смысл. Иногда его хотели даже исключить. И поэтому здесь на философском контексте вот то, о чем вы говорите и пытаетесь выстраивать. Вы раз выстраиваете как философ, когда вы выстраиваете универсальное, партикулярное, сингулярное. То есть то, это первый уровень, то, что мы называем онтологическим, метафизическим уровнем. А вот второй уровень, оно внутри, например, того же разнообразия, то есть есть традиция, то, о чем говорила Хадича, где основано на памяти, больше на концепции коллективного бессознательного, то есть системы ценностей, истории, долг, она как бы артикулируется на языке различий. Вот на языке различий это то, где мы называем, вот это мы переходим от платонской системы к арестольской системе, которая строится на концепции различий и полезности. И вот цифровая система, в принципе, матричная система, она как раз Аристотель очень хорошо выстраивает это все. И здесь извечный между Платоном и Аристотелем, то есть вот эти две такие гносеологические линии, они продолжают нас двигаться. И с моей точки зрения вот сегодня если взять системно, значит мир фактически как система перешел во вторую конфигурацию, то есть цифровую систему, мы называем транснациональной системой иногда, может как-то по-другому, то, что связано с гражданским сектором, то есть или уровнем различий, как у Жильделёза, то есть это вот уровень различий транснациональной корпорации, то, что называем цифровым, оно вот статус-кво сегодня, она является доминирующим. Это значит, что другие, она просто преодолевает вот эту антологическую традиционную систему. И я согласен с тем, что моя беспокоенность в том, чтобы культуры, национальные культуры, могли бы не потеряться, а сохранить какой-то свой язык. и это, конечно же, является очень важным для того, чтобы цифровая культура, которая при трансформации инвестициализации и адаптации к новой степи ценностей могла бы удержать и сохранить какие-то определенные наиболее эффективные системы традиционных ценностей, которые работают и которые сохраняют человека связи и его связь с какими-то антологическими метафизическими уровнями, которые позволяют сохранять вот то, о чем вы сказали, идентичность, но при этом двигаясь вперед, то есть и в этом плане сохранив связь между антологическим и цифровым измерением. Вот что я имею в виду. Ну, вы знаете, я могу сказать, мне кажется, цивилизация должна пойти по пути оптимизации. Поэтому, наверное, в 2007 году, когда ввели необходимость цифровизации всего мира как жизненного навыка, вот если привести пример с Эйнштейна, когда у него спрашивают, где твоя лаборатория, он показывает свою ручку. 1905 год люди научились писать авторучку. Это произошло без напряга и принуждений. ЮНЕСКО в 2007 году субсидировало все страны, чтобы государство любыми путями цифровизовало свое население. Некоторые страны это смогли сделать, некоторые страны оставили на совести их руководители, их правители. Вероятно, цивилизация вынуждена сейчас оптимизировать и заставить людей оцифроваться, оцифровизироваться, очень трудно, дигитализироваться, более привычно, дигитализироваться. Мы же чисто, если исходить из идей Конта и Спенсера, должны к этому отнестись позитивительно, выбрать то, что нам сейчас полезно. Какая-то часть общества, просвещенная часть общества будет заниматься проблемами идентификации культурной самобытности, а какая-то часть населения должна существовать, зарабатывать себе на хлеб и так далее. Иначе технологическая безработица может привести к коллапсу. Да. Спасибо. Пожалуйста. Владимир Иванович, можно? Да. Кулыпа Макашевна, меня зовут Нуржавар, я вас приветствую из Казахстана. Спасибо за такую животрепещущую тема и очень интересно представили. Я сама биолог, не знаю биологических наук, и вот химия, конечно, очень близка, и вот такое взаимодействие, взаимосвязь, взаимозависимость философских основ естественно научными очень сейчас актуально, и эти знания очень нужны. Ну, почему бы я вошла сейчас, я помогла просто прослушать, меня очень заинтересовал ваш вопрос о кампусах, построении кампуса УЦА, да, здесь есть философское основание, я со своей стороны общедоступной информации хочу добавить, то, что именно горное сообщество, как Владимир Иванович говорил, и именно то, что горное сообщество закрытое, и есть основания, что культура, традиции более глубинно сохраненные, что дает возможность взаимодействия, обмена, находить большей степени общности, ну и то, что вы свое видение, это тоже интересный факт, я думаю, что это тоже имело основания, спасибо за такое предложение, ну и что касается вот вы говорите язык, я больше склонна говорить слово, и сейчас это направление и всю жизнь вот сейчас более актуально поднимает у нас всем известный Жасумарович Сулейменов, буквально в прошлом году он провел под его идеей, была проведена международная большая конференция с участием ЮНЕСКО археология слова, именно слово, именно вот изучение археологии слова дает большое основание исследований истории и здесь я бы хотела вы помните его произведение Азии Яслова полку Игореве и то, что вы сейчас о Сан-Жира говорили это и понятно казахскому народу как жрау устное творчество и что на основании это все тюркские основы и многие слова перешедшие в использование других народов имеют какое-то основание тюркское поэтому есть вот отслеживая это можно и истории новые страницы открыть в истории вот такой способ но я хотела бы сказать о том что основная ваша идея информатизация что оптимизация как вы говорите что это и будет иметь такое как естественно отпор биологии говорят более нужное совершенное на будущую но в этом можно и поспорить и смодулировать очень много и конечно отрицательных моментов но я бы хотела услышать ваше мнение как тогда в отношении идентификации народов народности культуры традиции сохранность как вы ваш взгляд на это хотела узнать спасибо большое спасибо ну мне кажется я смогу потом адреса получить да господин Шанзимов да безусловно да 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 очень интересный да вот вы знаете феномен Казахстана казахского языка у них появилось явление возвращенные возвращенцы казахи привезли язык не секрет что в Казахстане казахский язык стал исчезать а с получением суверенности в Казахстан въехали очень большое количество казахов за границей в частности с Турцией с Китая с Россией и они привезли сохраненный язык вот такой феномен мне удалось услышать в семнадцатом году в Германии докладывала казашка вот что произойдет я просто к тому чтобы приветствовать казахский язык это очень красивый язык особенно фонетический он красив я не знаю насколько он составной а вот фонетически слушать казахский язык очень приятно он не резкий он не монотонный как скажем китайский он красивый язык но вот думаю вот это то что вы сказали это как часть общего явления что исчезает да извините говоря о цифровом обучении мне кажется что контент то есть основное содержание каких-то дисциплин мы сможем передать через цифровые технологии например скажем математику химию или ту же биологию да контент именно как информацию а вот когда будет возможность аудиторного занятия обучения там мы уже сможем более творческие необходимые человеческого присутствия проводить занятия вот до шестого мы находимся российские преподаватели на каникулах шестого начнется смешанное обучение то есть даже философия пойдет семинарский мы будем проводить в аудитории там где требуется обучение общение а лекции будут идти в цифровом формате по крайней мере есть такое вот сейчас нам предписание что 6 февраля часть общества особенно преподаватели которым нет 65 лет придут а вот ну философская часть тоже придут в аудиторию мы будем проводить аудиторно семинарские занятия в общем случае мне кажется что цифровизация как технология обучения освободит многих преподавателей и студентов обучаемых от общения зато позволит им заниматься творчески вот именно мы придем в аудитории и будем заниматься мы будем общаться мы будем петь танцевать или лепить или сажать и изучать это воочию там мне так кажется я не технолог образовательных процессов но вот мы люди и мы найдем выход из этого мне так кажется мне так кажется и для этого есть мастера вот когда первый раз УЦА образовался первый выпускник да не выпускник а участник Пахаче вы называете Пахаче да да мне показалось на тот момент я отказалась тогда ехать в Будапешт университет открытого открытый университет Будапешта по одной простой причине потому что было прочувствовано что кто-то меня нанимает вот на тот момент у меня был отец коммунист и он сказал никуда ты конечно не поедешь но когда я пришла туда и вот это живое общение это была новая технология обучения кейс-стадии люди говорили мы были абсолютно свободны хотя уже технология того что люди разной религиозной ориентации могут столкнуться эта технология уже шла но мы там почувствовали себя очень хорошо это был выход пользуясь моментом я хочу спросить как все-таки будет это продолжаться или нет ведь можно же онлайн организовать это обучение вот к вам вопрос я я полагаю что вот за это время мы подготовили более 1800 преподавателей вот именно по тому курсу который вы проходили с инфицированной и это на уровне бакалавриата да и мы достигли такой вот именно критической как бы сказать точки да когда значит мы вышли на большое количество преподавателей у нас вот в настоящий момент 94 меморандумов взаимопонимания с университетами колледжами трех стран и академии наук и сейчас мы уже выходим как бы на магистрский курс картина мира центральной Азии включая уже самих ученых выдающихся ученых центральной Азии чтобы они самостоятельно показывали значит такие блоки культуры системы ценностей истории экономики ну то есть не чистой экономики а то как артикулируются культуры на языке экономики и экология то есть как некий такой некий такой конструкт и вот эти три компонента в трех странах мы значит создаем вот те кейстади те кейстади тоже создаются самими же участниками и вот там методика о котором вы говорили мы его интегрировали в создании курса и фактически сейчас это идет не просто преподавание а созидание материала через именно этот и студенты сами сами участники находятся в этом процессе уже создали и концептуальный указатель и мы довключили инновационный формат и сейчас фактически мы сейчас хотим чтобы сами магистранты через вот именно через прохождение вот именно кросс-культурного и кросс-дисциплинарных как бы сказать подходов могли бы сами предложить те вопросы которые являются актуальными для Центральной Азии с одной стороны и с другой стороны включиться в исследование этого этого курса но параллельно мы думаем о том чтобы сохранить некую базу артикулировать этот потенциал который у нас есть 1800 найти форму для того чтобы мы могли бы организовать ну конечно же вот так ресурсы неограничены они ограничены то есть естественно но можно создать такую форму где бы сами преподатели могли бы сами же создать устойчивость этого развития и дальше самостоятельно проводить вот именно эти курсы с включением для того чтобы на базе вот именно этих ресурсов создать новые инновационные вещи инновационные вещи которые мы сейчас сделаем мы кстати ЭКХП ПАХЧ мы создали электронную интерактивную этнографическую карту она у нас пока свободная где включается для трех стран мы включили известных географов специалистов в области экономики истории культуры трех стран пять директоров института академии наук директоров института академии трех стран плюс выдающиеся известные наши ученые географы включали создание и мы все это цифровали это проводим цифровизацию оно находится у нас в цифре и данные с момента независимости трех стран это в области миграции в области валового продукта культуры каким образом происходит вот именно взаимодействие этого для студентов уже у студентов появляется возможность видеть эти связи и мы хотим включить вот компоненты в этом году мы будем работать над экологией для того чтобы включить еще экологический компонент и дать возможность молодым магистрантам чтобы они включились и проявляли свою инициативу для того чтобы создавать новые дискурсы новые усложненные дискурсы понимание того, каким образом можно сохранить лучшие традиции национальные, как это можно создать, найти некий такой социальный капитал в Центральной Азии, как на национальном, так и на региональном уровне, который позволит, как говорил Фрейдс Фукаяма, создать дополнительный стимул для развития экономики, потому что экономика тоже развивается на хорошем социальном капитале. Но важно его артикулировать хорошо на экономическом уровне, чтобы придать устойчивость экономическим процессам, не просто копирование лучших традиций экономических, но они должны также опираться на неком таком социальном доверии, естественно, социальном капитале и реализация ее институализации на таком, как бы сказать, уровне конструктивизма. И вот эти навыки, они у нас закрепляются через цифровую систему, через дебаты, которые мы создали, как и инновационную форму дебатов, где включаются все эти уровни системы ценностей, рационально-инструментального уровня и социального конструктивизма. В разных уровнях статус-кво антологического, рационально-инструментального и, как бы сказать, политического уровня. То есть эти уровни у нас уже активно… Мы создали даже цифровую систему, разработали недавно кросс-дебатного формата, который сейчас будем мы проводить в Казахстане и Кыргызстане, проводить тренинги. И таким образом мы подключаемся через интеллектуальную сеть, это лектора, это интеллектуалы, преподавательскую и студенческую аудиторию, для того, чтобы создать некий такой синергетический эффект и устойчивость, небольшой вклад для того, чтобы создать устойчивое развитие и создание определенных инноваций, которые, я уверен, сейчас я знаю и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Таджикистане, уже на государственном уровне они тоже обдумывают. И чтобы помочь этим процессам, мы каким-то образом можем… Мы создаем эти, как бы сказать, и на цифровом уровне, и на уровне, значит, таком face-to-face, да, эти площадки. И я думаю, что мы обязательно, мы обязательно вот ту форму, которая у нас есть, мы не пытаемся сохранить. Как говорит Аристотель, все устойчиво в движении, да? То есть, чтобы быть устойчивым, нужно двигаться. И поэтому нужно находить новые формы для того, чтобы сохранять в другой форме, преобразованной форме, то, о чем сейчас вы говорили, в преобразованной социальной, культурной форме. Спасибо. Вы знаете, господин Шазимов, вот говорили о междисциплинарном, кросс-дисциплинарном взаимодействии, ведь это же тоже пришло из технологического знания. Первое междисциплинарное знание, это было физхимия, как технология, а потом появилась биотехнология и так далее. Мы пришли к кросс-дисциплинарному взаимодействию. Еще одной особенностью дигитального мышления является то, что мы перешли к конвергентному взаимодействию, о чем вот сейчас вы рассказывали, это эра. И это позитивное достоинство информационно-компьютерных обучения. Главное, чтобы человек был свободен в доступе, о чем вы сейчас говорите. Культура цифрового мира – это прежде всего условия существования. Человек имеет доступ к цифровым технологиям. Если человека нет в системе истины, то зачем такая истина, где нет человека? То есть космос – он самый идеальный. Понимаете? Поэтому… Если мы с вами говорим о культуре и не то, что противоставлении, а остановлении, чтобы не отстать от других регионов мира нашего, нам необходимо обеспечить доступ. Это уже будет ценность свободы. Из этого аспекта образование – это условия, а доступ к гаджетам – это есть элемент свободы человека. Кстати, кросс-дисциплинарный подход, о чем мы сейчас говорили дальше с вами, и междисциплинарный, это абсолютно верно, вы сказали, естественно, научный. Но конструкция и философское обоснование, это обоснование концептуальное, оно выстраивается через философию. Потому что философия создает определенную конструкцию. Взять кросс-культурный, кросс-дисциплинарный аспект, который включает все мульти-междисциплинарные и транс-дисциплинарные подходы, оно соответствует примордиальному, рационально-инструментальному и социальному конструктивизму. То есть и обеспечивание связи, обеспечивает философия. То есть философия, она нигде, но она обеспечивает связи и возможность существования, онтологическое обоснование этих дискурсов. И в этом плане мы как раз и собираемся. После того, что онтологически всякое знание человека единое, и мы все люди. Все правильно, да-да-да. Отсюда и компетенция. Да-да. Спасибо огромное. У нас время уже как бы подошло к концу. Огромное спасибо за вашу прекрасную, глубокую и действительно лекцию, которая ставит очень серьезные вопросы. И я бы сказал, что те лекции, которые вызывают вопросы, они иногда более важны, чем когда они отвечают на вопросы. И в этом плане вы вызвали очень хорошее обсуждение вопроса, которые невозможно решить сегодня, и они будут являться предметом для нашего размышления. Вам огромное спасибо за лекцию и участникам, за то, что они подключились. Будем на связи. Спасибо. Владимир Владимирович, извините, я вот хотела показать Ульпе Мухашевне. Она спрашивала о лекции, о публикации лекции, о том, что вот серия публичных лекций издана вот в таком сборнике. Ваша лекция также будет включена в следующий наш сборник, поэтому жду текст вашей лекции. И вы спрашивали об индексе, да? Плодаврон, чего вы можете сейчас спросить сразу. Я покажу сейчас вам лекции. Вот недавно вышла книга, видите? Серия публичных лекций. Наверное, переведут надо, да? Нет, нет, вы правильно показываете. Да. Вот серия публичных лекций. Видите, за разные годы, то есть это первая была лекция, да, брошюра небольшая. Здесь такая большая серия. То есть все лекции в четыре книги, это у нас четыре уже книги, начиная с 2012 года мы публикуем, и это очень хороший резонанс. Многие преподаватели, значит, у нас, кстати, там разные дисциплины, специалисты разных дисциплин, и все известные, там, и гуманитарная, и научная, там, творческая интеллигенция. И вы знаете, вот этот потенциал, который мы имеем, тех интеллектуалов, мы именно же на их основе сделали мастерскую программу, вот этот мастерский курс «Картина мира Центральной Азии». То есть они выступили, мы их увидели, мы пригласили. То есть вот этот потенциал был практически использован нами для того, чтобы, то есть на той базе, которую мы создавали. И вот именно это, не просто ли мы откуда-то брали, а именно на этой базе. И это очень важно. И поэтому я думаю, что ваша лекция, и мы просим, чтобы вы прислали лекцию. Мы, кстати, у нас есть идея о создании электронного журнала, такого рецензируемого, по гуманитарным и естественно-научным знаниям, там, по философским аспектам. И мы обдумаем этот вопрос и обязательно подключим. Я думаю, что у нас есть интересные проекты, будут проекты, связанные с развитием именно тех вопросов, которые вы поставили, и других вопросов, которые ставят интеллектуалы. То есть все вопросы, которые мы слышим от наших интеллектуалов, мы обязательно принимаем их во внимание, обдумываем и находим форму для того, чтобы создать какое-то устойчивое развитие вот именно этой тенденции, этого дискурса. Потому что это есть... Вам большое спасибо за предоставленную платформу. Вы знаете, я пыталась, я волновалась, очень волновалась, потому что... Прекрасная лекция. Ответственность очень высокая, выступить перед вами и высказаться. И очень благодарна, особенно господину Шазимову и всем остальным, что я не успеваю записывать, потому что это... Каждый вопрос – это новая тема, это новая возможность определяться. Это новый режим обострения на моем языке, языке синергетиков. Вот. Дело в чем? Для того, чтобы ваш журнал был легитимный, он всего лишь должен пройти ринц. Ринц делается очень просто. Очень просто. Заходите в элибрири, ходите, я отправлю, оставляете заявку, не надо ни платить ничего, и ринц вам обеспечен. Другое дело – скопус. Да, да, это более да. Да, а скопус, мне кажется, благодетель сможет сам сделать это. Его высочество, да? Да, его высочество может очень просто написать письмо, и будет скопус. И вы знаете, тогда это будет шквал. Шквал людей, которые захотят публиковаться здесь. Почитать лекции. Да. У нас уже есть в грамках, вот GSD, там есть вот эта школа, у нас несколько школ. Они создают электронный журнал, такой рецензируемый. И такие хорошие, как бы сказать, работы. Но я с вами согласен абсолютно. Вначале мы сделаем, как бы сказать, сделаем имя. То есть я думаю, что когда у нас будет исследование, я думаю, что у нас интересные, я уверен, исследования. и если они будут сфокусированы, значит, и поднимают очень серьезные вопросы, и будут представлять лицо, как бы сказать, Централизмского региона, я думаю, что появится следующим этапом, естественно, мы сделаем заявки, оно будет уже обосновано. Но оно уже международное, да, получается? Ну да, конечно, конечно, безусловно, да. Я просто говорю, это уровни, да, выхода на информационную, как бы сказать, информационную, более широкую аудиторию. Я понимаю вас, да. Это мы будем думать. Это просто система. Полодароныч, еще один момент. Можно? Просто система, и все четыре сборника спокойно войдут. Стоит только вам сделать заявление. Но возвращаясь к вашему определению, сначала надо отметить, а потом только публиковать. Это чисто мое человечество, я понимаю. Например, цивилизационную теорию здесь возглавляет академик Яковец. Он из Украины, но считается русским ученым и так далее. Когда мы сообщили, что первые цивилизационные мысли были у Хальдуна, а это 11-12 век, это было шоково. Потому что идея нации, как таковой, это приобретение Центральной Азии, когда шло великодержавное, расцвет культуры и так далее. Появилась идея философема нация, и это была идея Хальдуна. А потом она уже перешла в Европу. Поэтому я предлагаю сначала эти отметить, а потом только сделать. Не секрет, что сегодня вышла новая программа антиплагиата. Она, надеюсь, уже дошла до многих организаций. И мы проверяем, сколько людей, что заимствует и почему заимствует. Владимир Иванович, можно еще один момент скажу о том, что была запись этой лекции, и мы, конечно, со всеми участниками поделимся. И с вами тоже, Калипа Мукашевна, вы сказали, не все успевали записывать, но думаю, что в записи вы можете еще раз прослушать. И приветствую Нурлана Алынкуловну, которая тоже к нам присоединилась, профессор, член комитета Пахч, Кыргызстан. А вот сидит еще один Эмиль. Да, это Нарынский университет. Философ Нарынский. Мурат Сейдагматов. Большое спасибо. Вам огромное спасибо за прекрасную лекцию. Я вам все электронные адреса, те, кто участвовали, и будем включать в вас рассылки для того, чтобы вы участвовали в наших мероприятиях. Я уверен, да, я уверен, что мы обязательно с вами встретимся еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.